Друзья, здравия! С вами снова Шевченко Александр, Академия Счастья и море, которое сегодня ласковое и пушистое. Я смотрю, что картинка подходит и шум волн дает такой определенный аромат, поэтому продолжим без моей говорящей головы, а с картинкой успокаивающей, умиротворяющей. И тем более я решил записывать видео на различные темы, потому что обычно я писал насчет духовного роста, рассказывал о исцелении, процессинге, рассказывал о том, как можно улучшить свое состояние. А сегодня и вообще дальше я хочу рассказывать о различных вещах, которые на самом деле тоже связаны, конечно, с осознанностью, потому что это моя главная тема. Но осознанность может проявляться не только, скажем так, психологическая осознанность, а может быть осознанность во всем, в поведении, в питании, в отношении к другим людям, в отношении, например, с родителями, с любимой девушкой. И все это очень важно для человека, потому что осознанность, по сути, что это такое? Это сознание, которое совместное, там, где нет разделения на я и не я. Как раз этот вопрос совсем недавно мы обсуждали с Настей, и концепция ума, она что говорит? Что вот есть какой-то я и какой-то не я, которые там другие люди, скажем так, другие предметы. И вот такая возникает разделенность. Но в определенном состоянии сознания эта разделенность уходит. И когда вы чувствуете, что вот я знаю, это один процесс, то есть можно быть самим собой, да, и так далее. Но есть совершенно и другой процесс, который, я бы сказал, связан больше с пониманием. То есть когда уходит вот это вот чувство «не я, не я», вы начинаете чувствовать себя иначе. То есть уходит то, на самом деле вы даже не можете навредить кому-то, потому что все это, по сути, сознание. Все является вами только в большой степени. И здесь проявляется как раз то, что мы называем совестью. То есть это состояние, когда вы чувствуете, вы чувствуете, что, ну, вы – это все. То есть все, я имею в виду, что здесь нету какой-то разделенности. И это состояние настолько прекрасное, что хочется творить. В этом состоянии просто чувствуешь какую-то такую непреодолимую тягу к улучшению качества жизни. И вот действительно в этом состоянии здорово. Давайте посмотрим на самом деле, что происходит вокруг нас. Вот вчера было видео о коронавирусе, да. Почему нам внушают все эти страхи, всю эту болезненность, всю вот эту ложь, которую там говорят? О, вы знаете, что там происходит? И люди начинают это обсуждать, начинают мусолить эту тему, начинают друг другу передавать какие-то непонятные новости, которые они не видели. А я говорю, будьте наблюдателем, смотрите, что происходит. Это же есть осознанность. Почему я об этом говорю? Да потому что, когда человек осознан, он понимает, что происходит с ним. То есть вот о чем я говорю. То есть в этом состоянии вы знаете на самом деле, что происходит и почему это происходит. И вы можете прочувствовать. То есть у вас появляется интуиция, у вас появляется знание, которое помогает вам принимать правильные решения. То есть как обычно человек принимает решение? О, какая-то эмоция появилась, надо делать. Потом бах, сделал и понимает, что это совершенно не надо было делать. Что это было какой-то, ну, не знаю, нелепая ошибка или что-то в этом роде. То есть, опять же, принятие решения – это очень важный момент, который с чем связан? Связан с тем, что вы знаете, что делать и как делать. И в этом состоянии знания вы чувствуете себя совершенно иначе. То есть когда вот я знаю, что делать, и у меня есть полная уверенность в этом, вот тогда, конечно же, я действую. И тогда у меня не будет сожаления о том, что я делаю. Опять же, что происходит сейчас с человеком? Например, он совершил какое-то действие, а потом бах, и оказалось, что это было совершенно не нужно. То есть это все что угодно. Не знаю, купил какой-то билет, потом понимает, что он не нужен. Купил машину, она уже не нужна. Потому что что нам внушают? Там, купите себе счастье, например, там, поедьте на отдых. А потом человек переезжает и понимает, что это не в этом счастье. Или там, купите машину, квартиру, да. А счастье, получается, оно прямо вот в настоящем моменте. Это состояние. Это состояние настоящего момента, прямо здесь и сейчас. И в этом состоянии может находиться каждый человек. Я, вы, любой другой человек может находиться в состоянии счастья. И поэтому, когда мы находимся в счастье, в сей части, то есть происходит что? Происходит очень важный момент. Мы начинаем быть целостными. То есть у нас появляется вот это состояние осознанности, когда мы знаем, как поступать правильно и почему это будет правильно. То есть и при этом у нас не расходуется энергия на размышления, там, туда-сюда. Ведь люди часто, вы замечали, да, то есть не может человек принять решение, и появляется такая какая-то игра ума. Делать, не делать, делать, не делать. Какая-то проблема, какое-то состояние такое. И как обычно человек выходит из этого? О, все, что-то принял, какое-то решение. Вот я так поступлю. То есть принять хоть какое-то решение, чтобы выйти из этого состояния замешательства. Но важным моментом является еще способность воспринимать, как есть проблемы. То есть не быть их следствием, а быть причиной. Ведь мы создаем вот эти ситуации, проблемы для чего? Для того, чтобы их разрешать справляться с ними. И ни больше, ни меньше. То есть каждый из нас является источником проблем. То есть это не кто-то там их нам создает, а мы сами создаем проблемы для себя, для того, чтобы справляться с ними. То есть возможно мы их создаем из другого состояния, более осознанного. Но в целом это наше состояние. То есть мы можем создавать эти проблемы и их рассоздавать. Но опять же есть такое утверждение, что для того, чтобы справиться с проблемой, нужно ее рассоздавать из того состояния, откуда оно было создано. То есть более высокого состояния. То есть поэтому важно подняться по состояниям. И вот как раз в этом процессинг очень хорошо помогает. Почему я об этом говорю? Потому что когда мы залипли в заряде, то мы не можем разрешить проблему. Мы залипаем в ней все больше и больше. И чувствуем вот эту усталость. Чувствуем, что мы не можем справиться. Чувствуем, что нам надо что-то с этим делать, но мы не можем это сделать. Таким образом происходит усугубление ситуации. А как справиться с этим? Справиться на самом деле очень легко. То есть справиться – это означает сделать так, чтобы проблема исчезла. То есть мы должны понять, как мы ее создали. Когда, в какой момент, при каких обстоятельствах, зачем мы вообще ее создали, эту проблему. Вот какой важный момент. И то есть когда мы это обнаруживаем, вот тогда проблема исчезает. И исчезает вместе с ней весь негатив, который там накопился, весь заряд. То есть мы как бы понимаем, как это было сделано технически, да, и почему. То есть это какая-то административная часть такая. И действительно это очень помогает. Поэтому, когда мы осознаны, соответственно, мы можем решать любые проблемы. Создавать их, рассоздавать и так далее. Еще важным, конечно, этапом на пути духовного развития является изменение поведения, изменение образа жизни. То есть это бережное отношение к себе, к людям, к природе, к животным. То есть прежде всего нужно, ну, не знаю, перестать обманывать, перестать поддерживать убийство животных. И людей, конечно же, тоже. Потому что, когда мы поддерживаем убийство людей, кто, некоторые скажут, да кто поддерживает, никто не поддерживает. Ну, я часто слышу вокруг себя идеи, что там те люди, там их можно убить, они вообще там не нужны. Это там, не знаю, какие-то вонючие негры или арабы. И вообще надо сократить население, и вообще правильно, что там в Китае вирус. О, вы знаете, их и так много китайцев. Надо их поменьше сделать, пусть будет поменьше. То есть звучат и такие утверждения на самом деле. То есть есть большое количество людей, ну, большое, опять же, это условно, да. То есть есть какое-то количество людей, которые считают, что население планеты надо сокращать. Ну, и вот, собственно, оно и сокращается. То есть вирусы, болезни, убийства, войны, это все ведет к сокращению населения. То есть мы сами это создаем. Вот что важно в сознании. И поэтому, чем больше людей будет за доброту, за честность, чем больше людей будет создавать естественные условия для существования, будет создавать пространство любви и счастья, тем легче нам будет жить. То есть когда мы живем в осознанности, когда мы живем в счастье, вот тогда все происходит наилучшим образом. То есть когда мы готовы двигаться по жизненному пути, когда мы готовы исцеляться и быть самим собой, вот тогда происходит процесс исцеления. И это очень важный момент. Почему я об этом сейчас заговорил? Потому что сейчас, ну, идут очень важные изменения. И нам как никогда важно быть осознанными. Потому что если мы не будем осознанными, то нам этот страх будут внушать те, кто управляет нами уже довольно давно. Ну и, соответственно, этот страх будет мешать нам. И самое главное, что люди, которые будут вестись на этот страх, они будут поддаваться панике, будут готовы к тому, что над ними будут издеваться и вводить вот эти меры полицейского государства, то есть ограничения свободы и так далее. То есть все это с вирусом не просто так. Это просто для того, чтобы для нас ввести ограничения. И они уже вводятся. Ограничения на перемещение, на въезд в страну, вот, вводятся полицейские, вводятся военные. Это все план по захвату власти. Поэтому будьте бдительны, друзья, будьте осознанны. И наполняйте любовью пространство. То есть будьте в гармонии с собой и с другими людьми. Вот что я хочу сказать. И присоединяйтесь к медитации, которую, ну, по сути, можно проводить ежедневно. Вот. Я написал в своем сообществе Академия Счастья по поводу медитации. Там есть более полная информация. Можете зайти, посмотреть и почитать, когда это будет, во сколько. Вот. И на самом деле, как бы, такую медитацию можно делать на самом деле ежедневно. К примеру, в 21.00 по московскому времени или в 20.00 по киевскому времени. И, соответственно, медитация по созданию пространства любви и исцелению всех страхов, которые есть сейчас у людей. И, соответственно, когда мы исцелим страхи, то нам нечего будет бояться. То есть мы сможем осознанно подходить к любой проблеме. Потому что у нас уйдет страх смерти. Вот. То есть это основное, на что нас держит. Что вы можете умереть, вы можете заболеть и умереть. Не бойтесь этого. Потому что никакой смерти не существует. Это просто, ну, скажем так, иллюзия, которую нам внушили. Есть переход, да. Есть смена тела. Но то, что называется смертью, раньше это был просто человек, можно сказать, как ложился и засыпал. Вот. А потом через какое-то время пробуждался. Но так как мы загрязняем наши тела, ну, по сути, суррогатами пищи, то они начинают изнутри засоряться паразитами и разлагаться. Вот. Поэтому еще очень важным этапом является переход на живое питание и постепенный отказ от пищи. То есть чем меньше человек ест, тем дольше он живет. Это замечено и проведены были опыты и с животными, и с людьми. Поэтому будьте осознанны, друзья. Не поддавайтесь на мусорную пищу, на ее суррогаты. Будьте осознанны и постепенно, шаг за шагом идите к тому, чтобы кушать как можно меньше. Кушать только живую пищу, то есть овощи, фрукты, зелень там. Ну, то есть без термической обработки, что важно. Потому что там сохраняются все витамины, энзимы, все полезные вещества. Вот, ну, пожалуй, на такой позитивной ноте будем заканчивать. Уже много наговорил. Вот. Опять же, если видео нравится, ставьте нравится. Задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписчик. И добавляйтесь в друзья мои, контакты будут под этим видео. Вам желаю счастья. А, колокольчик включите, чтобы новые видео приходили вам оповещения. Вот. Вам всего наилучшего. И приходите в следующий раз. То есть я запишу новое видео. Это будет, скорее всего, завтра. Вот. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok